Учиться играючи. В последнее время все большую популярность среди школьников и их преподавателей набирают квесты, обучающие игры, наполненные приключениями. В минувшую пятницу для учащихся 5-10 классов из 12 школ округа в Щелковском парке культуры и отдыха провели экологический квест, который назывался «Юные защитники природы». Подготовили его работники Центр творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» и Центральной библиотеки. На протяжении года школьники выполняли задания, прописанные в экологическом проекте, объединившем «Юных защитников природы». Участвуя в квесте, ребята в Щелковском парке искали подсказки, которые были спрятаны в траве или прикреплены деревьям. Интересен этот квест тем, что он построен именно в интерактивной форме. То есть ребята выполняют задания при помощи планшета или телефона. С ними общается робот и выдает им задания. И, соответственно, туда же они вводят свои ответы. Также есть форма подсказок. Если они не могут справиться, они могут воспользоваться подсказками. Но это штрафуется баллами. Этапы в основном все без участия людей. То есть там не стоят волонтеры и всего лишь три этапа, где стоят люди. Квест был составлен так, что школьники находили ответы на поставленные перед ними вопросы далеко не сразу. Иногда им для этого приходилось проводить очень быстрые, прямо-таки взрывные по скорости командные обсуждения. Что вы там делали? Мы распределяли, как правильно, чем можно кормить птиц, а чем нельзя. Также мы распределили, какие птицы едят, что. Что удалось разгадать эту загадку? Какая она была? Нас смутило то, что было написано «Рассмотрите плакат», хотя плакат нам никак не помог. Нужно было заглянуть за этот кинотеатр и увидеть там большую шину. Нашли? Нашли. Среди заданий было и учебное тушение пожара. Пылевой пожар тушат при помощи хлопушек, которыми пользуются пожарные при таких пожарах, чтобы почувствовать, какая это работа тяжелая при тушении пылевых пожаров. И ребята пользуются РЛО, это ранцевый лесной огнетушитель, который за спиной одевается с водой, и лесные пожары тушатся при помощи него. Всего в экологическом Квесте было более десяти заданий. Ребята справлялись с ними с неистекаемым энтузиазмом и с явным удовольствием. Ну а финальным заданием, уже по возвращении в библиотеку, был поиск в книгах редких животных, названия которых были зашифрованы. Команда, прибежавшая на финиш первый, получила памятный сертификат. В нем был написан девиз экологического квеста, который гласил «Будущее Земли в наших руках». Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.